МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Битва с террористической угрозой не всегда ведется при помощи оружия. Над появлением и устранением возможной угрозы работают сотни людей. Перед тем, как в дело вступает спецназ, трудятся законотворцы, аналитики, оперативники, специалисты технических служб. Борьба с терроризмом – это целый комплекс мероприятий, прежде всего законодательных. Все зависит от того, что мы будем называть терроризмом, что мы определяем по теме или иными аспектами. В связи с этим у нас в стране создан Национальный антироритический комитет, который возглавляет в настоящий момент Бортников Александр Васильевич, это директор Федеральной службы безопасности. На местах создана антитеррористическая комиссия, которая возглавляет губернатор области, который решает больше организационные вопросы. И также созданы во всех субъектах региональные оперативные штабы, которые возглавляет руководитель территориального управления Федеральной службы безопасности. Оперативные штабы, они уже, значит, планируют учения, сроки проведения учения, на каких объектах проводится учение. И в случае возникновения чрезвычайной ситуации эти оперативные штабы собираются и уже разрешают данную ситуацию, которая сложилась на том или ином объекте, там, борьбе с терроризмом. Иногда, благодаря героическим усилиям этих людей, вопрос получается решать бескровно. Необходимость силового вмешательства в рамках борьбы с терроризмом – это, как мы понимаем, крайнее проявление противостояния. Но, естественно, задача государственной машины, в том числе и силовых органов – это именно выявление и предотвращение, хотя бы на ранней стадии подготовки, террористического акта, либо террористических экстремистских проявлений, не допуская, собственно говоря, до момента нажатия кнопки и нанесения удара людям. Так что силовое применение – это уже крайний вариант, как мы понимаем. Поэтому задача, я в частности скажу, силовых подразделений, а конкретизирую еще более, значит, оперативных подразделений Федеральной службы безопасности – это, как мы выражаемся, работа в поле. Если мы поднимем Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности, то как раз там весь перечень этих мероприятий, которые мы и называем оперативно-розыскной деятельностью, то есть работа в поле, они и будут направлены на выявление, обнаружение, предотвращение. Такой случай произошел и в Мурманской области. В 2006 году группа граждан, среди которых в том числе был и представитель властных структур, решили взорвать в Кольском заливе танкер «Белокаменко». Решили, короче, таким способом убрать своих конкурентов. Поэтому подговорил, или очень уговаривал одного заместителя мэра подобрать людей, чтобы там совершить теракт, подрыв, и потом после этого, естественно, забрать бизнес под себя. Отработали в основном опера, и отработали следователи. Толково, хорошо, все это раскрутили, все это развертели. Единственное, наши ребята выезжали на сопровождение. Там, эту фигуранта московского тоже сюда привозили. Наши ребята выезжали на его сопровождение. Силовая операция на танкере была бы крайне сложной. Профессиональные своевременные действия оперативников помогли избежать катастрофы без привлечения спецназа. Потому что работать на нем было бы невозможно. Это практически... Нельзя ни в коем случае открывать стрельбу, нельзя ни в коем случае допустить возможность появления какой-то искры на палубе. Это, слава богу, что обошлось все на раннем этапе. В Мурманской области опасных объектов очень много. И борцы с терроризмом готовы к любому повороту событий. Они стоят на страже спокойствия и безопасности региона и отлично справляются со своей работой. Арктические ворота России под надежной защитой.